Ирина Викторовна, как Вы считаете, может ли несчастный человек стать успешным предпринимателем? Вообще, я Вам скажу, что большинство людей не удовлетворено всеми сферами своей жизни, кроме какой-то одной, за счет которой они себя и вытягивают. Если мы говорим о предпринимателях и об успешных бизнесменах, тут идет от обратного. Они сначала добиваются успеха, а потом становятся несчастными. Это удивительный парадокс. Я не говорю огульно про всех, но почему это происходит? Ну, во-первых, предприниматель, если он стал предпринимателем и решил стать предпринимателем, он двигается в сторону успеха. У него уже есть вот эта жилка, я хочу попробовать, я в эту сторону двигаюсь. То есть там есть энергетический запал определенный, да? Но вопрос в другом. Когда человек двигается, двигается, он достиг. Все. У него уже какой-то потолок того, что он сделал в своем бизнесе. И возникает момент такой, и он двоякий. Потому что есть недовольтворенность и такая несчастливость разная. И в чем тут ключевая вещь? Когда человек вот все, дошел до потолка, ну, уже производятся его эти трубы, винтики, шпунтики, продукт какой-то, неважно. Деньги просто капают, уже все куплено. Вкус жизни, он же не в этом. Потому что счастливым ни деньги, ни статус не делают. Потому что счастливым человека делает удовлетворение от самого себя и удовлетворение от жизни. Вроде бы, да, звучит. А что это? С чем это едят? Да, это вот, а что я хочу в этой жизни? Насколько я реализовал то, о чем я мечтал? И вот когда человек упирается в какой-то свой условный потолок, там есть два момента. Есть деятельная неудовлетворенность у одних. Что это такое? Все, я всего достиг, я понимаю, что вот у меня есть деньги, я хочу попробовать что-то еще. Я хочу попробовать в другую сферу, я хочу там, я не знаю, собирать искусство, я хочу там заниматься там горными лыжами, открыть свою школу по горнолыжному спорту. Вот диаметрально противоположное. Это когда вот эта зона несчастливости дает вот эту деятельную неудовлетворенность. Человек тогда, он чувствует, что он несчастен, и он переворачивает. Да, вот я всего достиг, деньги есть, а я вот туда попробую. А есть другая категория. Это пассивная обреченность. Я всего добился, у меня уже все есть. По Жванецкому по 2, по 4, по 6, по 8. Мне уже напрягаться на что-то новое, ну вот опять заново что-то раскручивать, вкладывать силы, а я не хочу. И так как есть не хочу, потому что, ну, деньги, они правда счастливым делают на каком-то этапе, потому что, слушайте, ну никто качество жизни не отменял, деньги нужны всем, да. Но когда деньги, ну нет вот этого интереса, не удовлетворяет то, что ты делаешь, но при этом нет запала на что-то другое, и вот это вот такая пассивная обреченность. Поэтому бизнес – это такая уязвимая зона в сторону такой несчастливости. Говорят, что вот успешный человек, ну невозможно быть успешным во всем. Это такая лубочная картинка, это тогда просто должен быть какой-то, я не знаю, ну просто робот нарисованный. Мы все живые люди, предприниматели, бизнесмены, я скажу, открой секрет, тоже живые люди. Поэтому и их вот эта зона несчастливости, она их двигает. Как только бизнесмен чувствует, что-то уже не то, что-то мне уже, это не доставляет удовольствия. И одни идут в деятельность, в новую, и это психологически обосновано, а другие идут, к сожалению, вот в такой пассив внутренний, и вот это в зону такого настоящего несчастья. Собственного, собственно выбранного, скажем так. Ирина Викторовна, подскажите, пожалуйста, некоторые зарабатывают миллиарды, но большинство давится копейками. Что говорит психология об этой ситуации? Предприниматели делятся на две категории. Одни, они замахнутся нам на Вильяма и на Шекспира, то есть у них нет предела, у них нет ограничений. Нет ограничений в голове, соответственно, нет ограничений во всем, что они делают. И есть те, которые, да, находят какую-то свою нишу, главное, чтобы вот ничего не менялось. И вот здесь вот очень важный, тонкий момент. Во-первых, есть везунчики, есть невезунчики как таковые. Что такое везунчик? Это не просто повезло. В бизнесе мало кому везет просто так. Даже когда кажется, что вот ему везет, вот надо же, опять повезло. Это не про это. Это про то, что человек в бизнесе, мы говорим о тех, кто замахивается на огромные масштабы, они, как правило, проходили вот эти вот зоны падения. Вот когда невозможно же, понимаете, это же не линейное движение из пункта А в пункт Б наверх. Любой настоящий бизнесмен, там были мощные зоны провала. И вот в этих зонах провала они умудрялись мобилизоваться и не посыпать голову пеплом, а говорить, ну неудача. Ну потерял миллион, миллиард, да бог с ним. И это то, что мы в психологии называем, есть какие-то простые законы. Так же, как я не буду объяснять экономистам закон Гудхарда, потому что это дважды два четыре. Так же, как в психологии есть тоже такой же простой закон, но он работает. Зона разумного безразличия. Что это такое? Очень успешные бизнесмены, как правило, они пытаются сделать что-то там, 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 но если будет провал, они этого не боятся. Они запускают, и они это отпустили. Да, они это контролируют, понятно, они работают, но если будет что-то не удастся, у них не будет трагедии. Они на этом не циклятся, не фиксируются, и у них есть вот этот вот опыт. Сейчас провал, потом будет подъем. Здесь не получится, другому получится. И вот это их спасает, и им дает вот этот вектор движения, и вот этот масштаб. А те, которые держатся, вы знаете, вот когда мы за что-то держимся, вот опять возвращаясь к закону разумного безразличия, это я делаю, я решил, но может быть по-разному. Я это отпустил, я наблюдаю, но если будет провал, то я его приму. Если мы за что-то цепляемся, и мы начинаем это держать, мы это упускаем. В ста случаях из ста. Чем больше мы зубами за что-то держимся, тем больше гарантия того, что мы это не получим. И поэтому те, кто на грани выживания, во-первых, помимо того, что там есть ограничения, куда мне, у меня ограниченный капитал, у меня ограниченные возможности, у меня ограничено это, это ограничение, которое у человека прежде всего в голове. Он себя уже не пустил в бизнес большой, он уже поставил себе вот какую-то зону выживания. И плюс ко всему, как правило, эти люди занимаются делом, которое мало им интересно. Ведь ключевая вещь, чтобы был успех, это заниматься тем, да, как говорил Вячеслав Полунин, клоун мне нравится очень, чтобы дзинькало. Знаете, чтобы дзинькало. Вот если вас дзинькает от того, что вы делаете, вы будете успешным, чем бы вы ни занимались. То есть человеческий фактор – это ключевая вещь. Подскажите, пожалуйста, как и какие личные ограничения влияют на масштаб бизнеса предпринимателя? Ну, любое ограничение, ну, все мы родом из детства. Понимаете, кто на что внутренне себя может сподвигнуть? Любое ограничение, значит, откуда-то оно пришло. И это тогда уже из семьи. Да, это когда человеку объясняет, у тебя там обе руки левые, или куда ты лезешь, или куда это не по тебе, не по синьке шапка. Человек с этим растет, он может, и тут два выхода, он может преодолеть, и, например, наоборот, скомпенсироваться и доказать, да, что это совершенно, да, может быть, совершенно по-другому. Вот история Стивена Джобса, которую все знают, да, учитывая, что, ну, отец сириец, мать немка. Он родился, вынуждены его отдать были, взяли его в приемную семью. И он об этом потом узнал. И вполне естественно, человеку компенсируется, ему хочется. Я так думаю, это моя гипотеза, что что-то сделать, помимо того, что ему было интересно, да, он увлекался и занимался в клубах, в клубах отдел по компьютерным всем этим делам в свое время. Тогда он же, не помню, какого он года, он, по-моему, 55-го, 56-го. Но, опять-таки, доказать внутренне, бессознательно, да, своим родителям, да, вот, вот, чего я могу добиться. А некоторые, наоборот, если какие-то изначально не те условия, потому что любой предприниматель, мы не можем говорить только о бизнесе, потому что он вышел из той или иной семьи. И с каким багажом он вышел, с чем его в жизнь отправили, его можно отправить, ты все можешь, пробуй, а можно отправить, куда лезешь, да, и посмотри, у него кто родители, кто тебе поможет. Стартовые позиции бывают разные. Одни в это верят и складывают крылья, и открывают свою палатку, и в ней сидят всю жизнь. А другие, им можно сказать то же самое, они не поверят и будут все равно действовать вопреки. Поэтому тут это вообще идет изначально базово из семьи, насколько человек в себя верит или нет. И более того, вот тут тонкий момент, потому что и тому, и другому можно сказать, да, одинаковые вещи. То есть у тебя там не получится, куда ты лезешь. Один сложит крылья, а другой будет двигаться. Здесь нет вот такого прямого ответа, как сработает у человека, да, вот от чего пойдет. Ирина Викторовна, вот бывают люди лидеры, а бывают люди тираны. Где корни их слияния? Подскажите, пожалуйста. Ну, я не думаю, что в чистом виде есть вот такие сугубо тираны, или тут вот очень вопрос, чтобы дать ответ на вопрос, нужно с ним согласиться, потому что чистый тиран, а вторая категория, это получается у нас такие добрые дяди, или как? Дело в том, что в той или иной степени, в завуалированной форме, в прямой, любой руководитель тиран, потому что он требует от своих подчиненных выполнения той работы, которая нужна. Вопрос, в какой форме? И здесь очень момент простой. Дело не в том, что лидер тиран или лидер, который развивает свою команду. мы все находим своего работодателя, так же, как мы находим партнера по жизни. Если у вас одинаковые ценности с человеком, если есть уважение, если есть то, что вас объединяет, вы пойдете к этому человеку работать. И если на вас можно кричать, если можно вас унижать, если можно заставлять вас работать до 12 часов, и у вас внутри это откликается, вы это терпите, это ваш работодатель. Сидите и работайте. Потому что и тиран, и человек, который, да, руководитель, который в команде, как говорил Конфуций, лидер тот, кто сзади. То есть он дает команде развиваться, работать, он наблюдает, но он не лезет, не передавливает. Сама форма, как человек руководит, он выбирает для себя сам. Любой руководитель он что-то компенсирует. Вопрос в том, что почему идут к тирану, и почему идут к этому. Мы идем работать туда, где у нас откликается что-то. Это парадоксально. Я, может быть, как семейный психотерапевт провожу параллели. Почему сколько случаев, когда живут с людьми, которые абьюзеры? Почему физического насилия много, а люди живут годами? Значит, какое-то что-то совпадает. И у тирана работают те, кому нужен тиран. Звучит парадоксально, но это правда. потому что если вам тиран не нужен, чтобы вас унижали, и чтобы вы жаловались, чтобы вы мучились, вы развернетесь и уйдете. А если это не так, то вы будете сидеть, жаловаться годами. Каждый выбирает свою форму взаимодействия с миром из своего ценностного ряда, из того, как он себя видит, как он себя позиционирует. Вот если мы Николай Второй, есть мое мнение, больше ничего. Да, он себя так ведет, не нравится, не идите туда, его поменять нереально. Вот и все. Вот подскажите, пожалуйста, мне скоро 30 лет, и все говорят, что в этом возрасте начинается кризис среднего возраста так называемый. Как его пройти предпринимателю? Подскажите, пожалуйста. Ну, вообще, его может и не быть. Кризис среднего возраста это где-то 40, около 40, 45, 50. Он может в 30 начаться, кстати говоря. Но его может не быть, вообще он может не наступить. Это зависит от личности и от того, что он проживает в жизни, от событийного ряда. Давайте так. Но как правило, это жажда перемен. Это переоценка жизненного опыта. Вот я жил-жил, жил-жил. Это касается мужчин. В основном сейчас стали говорить уже о женском кризисе среднего возраста. Мужчина, которому уже где-то к 40, 45, нет четкого такой градации, когда наступает он, где-то к 40 плюс-минус, 45-50. Большая часть жизни прожита. И начинаются мысли о том, что какие-то мечты уже, юности уже не реализуются. А старость, она уже там не за горами. И вот этот вот что-то внутренне перещёлкивается, и вот эта дикая жажда перемен. про про что это? Я хочу себе вернуть свою молодость любым способом. Это про страх того, что осталось меньше, чем я прожил, ну, или столько же, одно дело, мне 80, другое дело, мне 50 или что-то. Мужчины очень хрупкие существа, мы это женщины все знаем, как бы брутально они не выглядели. И поэтому вот эта жажда перемен, она толкает во все тяжкие. Вообще это такой подростковый бунт, по сути, когда хочется куда-то уехать, когда вот были нормальные человеческие длительные отношения в браке, вдруг надо всё бросить, поменять, найти себе кого-то ещё. то есть меняется карьера, то есть всё человек просто бунтует, он по большому счёту бежит куда-то, он бежит за молодостью теми средствами, способами, которые он для себя выбрал. Не всегда очень так с положительным эффектом, потому что одно дело, когда кризис есть у большинства и из него можно выйти в зону роста, а можно с точностью наоборот. В зону роста я понимаю, что со мной происходит, я понимаю, что да, я вот это не успел, вот это не сделал. Мне реально страшно стареть, хотя ещё признаки старости далеко, но я уже об этом задумываюсь, и мне не надо для этого уходить в алкоголь, в наркотики, в юные газели, менять их там каждую неделю. Можно этого не делать, я понимаю, что я бы хотела сделать вот это, начать писать картины, придумать что-то ещё, начать путешествовать, придумать себе какое-то что-то, что давало бы ту полноту жизни, чтобы не бояться того, что вот каждый день проживается, и вот я туда приближаюсь, и вот мне будет там столько-то, столько-то, а потом мне будет и 60, и 70, и 80, такие пугалки. А есть те, которые наоборот настолько боятся смотреть в сторону того, что да, вот даёт этот кризис, вот это дать переоценку себе, переосмыслить жизненный опыт, а человек боится, он поэтому, короче, всё, что у меня есть, это не то, жена не та, семья не та, вообще всё не то, да, новый брак, у кого алкоголь, у кого наркотики, и всё, и в ту сторону, поэтому кризис, в нём есть положительное зерно, я хочу что-то поменять в жизни, вернее, не то, что поменять, переосмыслить даже, но переосмыслить можно по-разному, можно в ущерб себе, и уже оттуда не вернуться, да, а можно с каким-то позитивным моментом, и это работа души, поэтому всегда работа души, потому что вот этот знаменитый пример с змеёй, которая, чтобы не ослепнуть, она должна проползти по камням, чтобы содрать старую кожу, да, это безумно, да, больно, там, вот, с кровью, как вот то, что показывает, я посмотрела фильм, меня это удивило, она, она ползёт, и дальше она тогда не ослепнет, если она не поменяет кожу, она ослепнет и погибает, поэтому кризис, он даёт вам толчок, но только если вот это понять, вот почувствовать, насколько, да, истолковать, расшифровать его правильно, я хочу переосмыслить, я хочу вернуться к мечтам юности, я хочу успеть сделать это, я хочу сделать вот это, а ещё успеть вот это, а не обесценить то, что у вас было, перечеркнуть семью, жену, вас никто не понимает, уйти в постоянный алкоголь, ну, это уже, как говорится, на что у кого хватит духу, сил, духу, сил и времени.